Мы начинаем наш вебинар, у нас сегодня на календаре 16 февраля, и мы начинаем наш вебинар. Будем говорить сегодня об Объединенных Арабских Эмиратах. Безусловно, направление это не просто топовое, а сверхтоповое сейчас. И более того, мы за последнее время видим определенный, буквально за последнюю неделю, две, отчасти это связано, конечно, с тяжелыми событиями в Турции. Большее внимание многие уделяют именно Объединенным Арабским Эмиратам этому направлению. И при этом долгое время Объединенные Арабские Эмираты воспринимались многими исключительно через призму Дубая. Вот есть Дубай, и ничего больше в Объединенных Арабских Эмиратах нет. Сегодня мы с вами убедимся, что это не так. И убедимся с помощью наших экспертов из компании Just Prime Home, которых я с удовольствием сейчас и представляю. Это Анна Жарова, руководитель направления Объединенные Арабские Эмираты. Всем добрый день. Just Prime Home. Анна, здравствуйте. И я с удовольствием представляю Акмала Ивудулоева. Акмал, здравствуйте. Здравствуйте всем. Приветствую всех. Эмират не просто по всем эмиратам. Отдельно можно его представить как эксперта по таким направлениям, как Шарджа, как Расильхайма, как Абудаби. И, собственно, по этим эмиратам мы сегодня в значительной степени внимания и уделим. Я сразу попрошу тогда включить презентацию. Первый ее слайд. Анна, если можно, несколько слов вообще, пока к нам присоединяется аудитория, несколько слов о вашей компании, о том, как вы вообще пришли к более широкому представлению Объединенных Арабских Эмиратов. Да, добрый день еще раз всем участникам сегодняшней нашей встречи. Очень рада, что вы все к нам сегодня пришли. Спасибо большое за данное слово. Я бы действительно хотела немножко рассказать перед тем, как приступить непосредственно к обсуждению и к аналитике по регионам Эмиратов. Хотела бы рассказать, кто мы такие и почему вам, может быть, интересно с нами работать. Just Prime Homes – это единственное в России крупное агентство, которое занимается продажами зарубежной недвижимости, которое также является дочерней компанией одной из топовых и старейших юридических фирм России – компания Cliff. Она работает в России с 1994 года, стабильно входит в рейтинги по качеству обслуживания и масштабу бизнеса. И в связи с этим у нас очень сильная юридическая база. Мы проводим аудит партнеров, очень качественно сопровождаем, оказываем юридическое сопровождение сделок. У нас очень сильная команда миграционных юристов, которые находятся как в Москве, так и в Эмиратах, если мы говорим про релокацию в Эмираты. Я в этой компании отвечаю за направление Эмиратов. Главный офис у нас находится в Москве, но также у нас есть собственное отделение в Дубае. И в данный момент как раз вся наша команда по Эмиратам находится там и готова провести вам презентации прямо с места, организовать ваш приезд и оказать любой другой доступный нам сервис. Наши ключевые принципы в работе, которые я также считаю очень важными, это компетентность, ответственность и качество сервиса. И ключевое отличие в том, что мы не бросаем клиента по завершении сделки. К сожалению, это достаточно частая практика, особенно среди частных риелторов и даже крупных агентств. Мы помогаем решить все сопутствующие релокации и сделки вопроса. Также, поскольку мы отвечаем за качество данных нами рекомендаций, при необходимости, если вы захотите как инвестор выйти из актива, то мы окажем помощь при продаже. Если вы инвестор, который хочет получать стабильный доход от аренды, мы возьмем на себя все вопросы, связанные с поиском арендатора и с сдачей квартиры в аренду. У нас прямые контракты с более чем 50 застройщиками, не только в регионе Дубая, но и по всем Арабским Эмиратам. Это самые топовые, проверенные, надежные партнеры, в которых мы не сомневаемся и которых с удовольствием рекомендуем нашим клиентам. Мы всегда, если отвечать на последнюю часть вопроса, почему мы сейчас с вами будем говорить про другие регионы, мы всегда находимся в поиске новых точек роста для наших клиентов, потому что там сейчас, например, Дубай, он такой достаточно разогретый рынок, и там нужно очень тщательно подходить к выбору объекта, он такой уже продвинутый, туда, в принципе, много кто про него знает. Но мы выбрали сейчас и проанализировали для вас наиболее перспективные регионы, где условия могут быть интереснее, а перспективы не хуже, чем Дубай. И, соответственно, сейчас есть возможность зайти одними из первых в эти регионы, либо в качестве выборов эти Эмирата в качестве места для жизни, либо в качестве проекта для инвестиций, и быть одним из первых, и получить самые интересные условия, самые интересные условия по прибыли с этих объектов. Все-таки уточнить, вот этот ваш переход, вы просто последовали за неким желанием клиентов, вы увидели, что людей уже не до конца устраивает, скажем, Дубай, или просто, ну, в том числе, сами поняли, что, по большому счету, на Дубае, даже в рамках Объединенных Арабских Эмиратов, свет клином не сошелся? Это, на самом деле, и так, и так. С одной стороны, мы понимаем, что на Дубае далеко не заканчиваются перспективы Арабских Эмиратов, и нам есть что предложить в других регионах. И очень часто, когда к нам приходят клиенты, которые как-то узко заточены под Дубай, у них там есть какой-то конкретный запрос, особенно если это какое-то, например, жилье на море, и мы видим, что, например, в Дубае они уже по этим параметрам не могут для себя найти какой-то интересный проект, мы также знакомим их с другими регионами, и, как показывает практика, мы видим, что достаточно часто они делают выбор в пользу этих регионов, то есть они действительно с нами соглашаются, с нашими аргументами, и начинают рассматривать недвижимость там. Исходя из этого, мы сделали вывод, что, возможно, и, ну, так и есть, наверное, да, что знаний сейчас по этим регионам недостаточно, вот в том числе, поэтому мы хотим сейчас провести этот вебинар для того, чтобы рассказать нашим потенциальным клиентам или не клиентам, да, если вы, в принципе, там будете рассматривать какую-то покупку недвижимости, где еще и что еще есть в Эмиратах, кроме, собственно, самого Дубая. Отлично. Ну, давайте тогда сейчас, Акмал, вам, я уже хотел бы задать следующий вопрос. Все-таки Эмиратов в ОАЭ всего семь. И то, что они разные, это известно, собственно, ни для кого не секрет. Но в чем, собственно, их принципиальная разница? Вот чем один отличается от другого? Можно ли сказать, что это абсолютно разные законы, абсолютно разные страны, абсолютно разные, ну, как бы сказать, не знаю, природа, абсолютно разная жизнь там? Так это или нет? Так, приветствую еще раз всех участников, которые с нами присоединились или присоединятся, или будут смотреть это в записи в эфир. 51 год назад, ровно, да, в декабре, был подписан меморандум соглашения среди всех семи Эмиратов, которые объявили о вхождении в Объединенные Арабские Эмираты. Это семь Эмиратов, семь разных стран бывших, да, у которых были свои нравы, обычаи, традиции, законы, ментальность отличаются, естественно. Они объявили о том, что они будут в составе, но у них будут разные, разные, скажем так, отличительные законы, в том числе по политическим, экономическим моментам, и в том числе по религиозным. Конечно, Филиппа, они отличаются. Например, если в Дубае, в Дубае это самый либеральный Эмират, если так сказать, да, он самый открытый, его все знают. Это самый распиаренный Эмират во всем мире. Дубай это уже превратился в такой бренд, если можно так сказать. И поэтому в Дубае все переполнено. В основном, обычные клиенты, которые к нам обращаются именно по Дубаю, они хотят прям море, прям пальма и ничего больше другого. Вот. Отличие от Дубая других Эмиратов, например, Рассельхам, это жемчужина, столица жемчужины Эмиратов, потому что это самый туристический Эмират, и в нем законы тоже либеральные. Он по некоторым моментам, да, скажем, либеральный, превосходит даже Дубай. Мы скоро об этом поговорим. Шарджа, это самый консервативный Эмират, это культурная столица Арабского Эмирата. Здесь до сих пор сохранились такие традиционные моменты, но об моментах недвижимости и либерализации экономики мы чуть позже тоже об этом поговорим. Соответственно, и Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. Давайте, может быть, на карту посмотрим. Давайте я попрошу о презентации конкретно карту. Эмираты такие большие, да, вот те регионы, о которых мы говорим, они кажутся здесь относительно небольшими, относительно маленькими. Большой Эмират-1, это Абу-Даби? Абу-Даби, да. Это столица, да, столица Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь политическо-административный центр, здесь находится резиденция президента, его высочество, да, Объединенных Арабских Эмиратов. Это больше всего административный, богатый, очень богатый Эмират среди всех семи Эмиратов, которые есть, и это очень такой лакшери Эмират, если мы хотим, да, добавить. Но об этом тоже поговорим по списку, по очереди. Давайте поступим тогда следующим образом. Мы действительно сегодня основное внимание уделим трём Эмиратам, помимо, собственно, Дубая. И давайте, наверное, начнём тогда с первого из них. Первый у нас будет, насколько я понимаю, Россельхайма. Их сразу хочу заметить, у нас работает чат. Самое время сейчас задавать все вопросы, которые у вас есть. На подавляющее большинство попробуем ответить сегодня. Если вдруг на какие-то вопросы мы ответить не сможем, ну, тогда ответим на них, собственно, уже в статье, которая будет опубликована через несколько дней после, собственно, нашего вебинара. Итак, чат работает. Акмал, вам слово. Давайте тогда про Россельхайма. Ещё раз попрошу показать в презентации вот карту. Россельхайма, вот он, самый-самый-самый верх, да, самый север, можно сказать. Что это такое? В чём особенности Эмирата? И тогда следующие слайды, тем более, что они, собственно, наглядно представляют, как этот Эмират выглядит. Да, поехали, как говорится. Россельхайма – это самый северный Эмират среди всех Эмиратов. По карте вы можете увидеть. Это самая чистая природа. Это прохладный воздух. Да, здесь нужно подчеркнуть, что здесь климат очень мягкий, и он отличается от других Эмиратов. Например, он отличается от дубайского климата, например, до минус пяти. Если в Дубае сейчас плюс тридцать один, там плюс двадцать шесть, потому что там умывается океаном, заливом, морем. Там прям море, да. Отличие Россельхаймы от других развитых Эмиратов, про которые мы сегодня будем поговорить, даже в отличие от Дубая, здесь есть горы. Около тридцати процентов территории Россельхаймы – это горы. Это замечательные горы. Раньше Россельхайму называли Джульбаром, да. Это означает, что здесь проходил, торговый путь, караван, который вот с Ирака, Саудовской Аравии, да, с Кувейт, из Катара. Гости здесь, купцы останавливались и отдыхали. Это говорит о том, что здесь прям-таки рай для инвесторов, для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы они могли побывать в замечательном Эмирате Россельхайм. Давайте попрошу еще в презентации показать, просто у нас, по-моему, есть фотографии, которые как раз отлично иллюстрируют. Следующие кадры, они отлично иллюстрируют вид. Вот, да, да. Покрутируйте, пожалуйста, эту фотографию. Вот это самый центр или это окраина? Мы видим вот на заднем плане какие-то, ну, намывные, видимо, острова. А что это такое? Смотрите, в Россельхайме на данный момент находятся два острова, да. На данный момент мы на картинке видим остров Аль-Ахамра. Это самый такой, это самые сливки, да, Россельхаймы, жемчужины. Здесь, в отличие от того же, там, развитого Дубая, здесь есть очень много отелей пятизвездочных. Прям пятизвездочных, вы можете останавливаться за доступную цену. Здесь первая линия Россельхаймы, а в Россельхайме максимум две линии. Например, в Дубае оно 4-5 линий, да, очень там широко уже. И там уже заполнены первая, вторая, третья линия. А здесь уже на первой, прям на первой линии вы можете купить, арендовать, приехать, посмотреть, отдохнуть, потому что здесь все условия есть. Инфраструктура развитая, потому что здесь можно уже, да, объявить о том, что в конце 2025 года, в начале 2026 года официально в Россельхайме будет построена сеть пятизвездочных отелей. Известная компания Win Resort уже объявила об строительстве казино в Россельхайме. Это мега крутая новость. Почему? Потому что после того, как оно было объявлено в ноябре, после объявления резко, резко, да, поднялись цены на недвижимость в Россельхайме. Они заметно прибавили, потому что процентом соотношений это от 30 до 65% составляет, например, цена на недвижимость в Россельхайме после объявления казино. А это действительно, да. Дорода, Анна, вы хотели что-то добавить? Да, я хотела сказать, что, да, вот произошел скачок цены. Это действительно просто надо понимать, насколько это уникальное событие. То есть Эмираты, они в принципе, да, такой и развлекаемый в частности. Такой центр отдыха и развлечений. И в этом центре отдыха и развлечений единственное, чего не хватало, да, это игорного бизнеса, который вот во всех других точках мира есть, но ни в одной арабской стране по понятным причинам никогда еще такого не было. И Эмираты стали первой арабской страной, которая вот такое себе позволила сделать. Это единственные Эмираты, где такое планируется. Вот, и, соответственно, следующий скачок сильный по ценам будет в момент окончания строительства и открытия этого казино в конце 2025 года. Любовь, я сразу хочу сказать, мы видим ваш вопрос, обязательно ответим. Сергей просто хотел бы уточнить, что за вопрос, потому что не совсем понятен. Если что, напишите его еще раз, чтобы мы его увидели. Уточнить все-таки тогда у вас хочу. Опять же попрошу включить презентацию. В каком, вот вы сказали, на 5 градусов холоднее. И сейчас, если в Дубае сейчас, ну там, около 30, да, наверное, так плюс 3. Да, да. Там поменьше. И сказали, что есть горы. Тоже еще, у нас, по-моему, один слайд есть, где горы. Да, да, есть, есть. Ну да. Очень красивые горы, на самом деле. Горы еще. Но это все равно, снега там в горах нет. Или это буквально до такой степени доходит. То есть, снега есть. Снега в Рассельхайме нет, конечно же. Здесь климат такой. Здесь климат от других Эмиратов отличается, но не от всего мира. Здесь мининцевой погоды пока что не было. Хотя, как говорится, изменение климата. Мы увидим, что в горах Саудовской Аравии все цветет, зеленеет. Почему нет? Почему нет? В будущем власти Рассельхайма будут рассматривать следующим шагом, может быть, то, что в горах Рассельхайма могут создать искусственные горные лыжи. Почему нет? Эмираты все могут. Чем отличаются вообще Эмираты от других стран, что они все могут? Это они доказали, это уже подтверждено. Вот очередной раз, кто бы мог подумать, что в Рассельхайме в Эмиратах будет построено строительство казино. Вроде бы традиционное, консервативное все, основное на шариате. Но вот, пожалуйста, либерализация экономики тут очень быстро развивается. Почему? Потому что сам Халиф, молодой Рассельхайма, заинтересован в том, чтобы привлечь все новых, более крупных инвесторов. Нужно подчеркнуть, что в 2022 году у нас все-таки русскоязычная аудитория, это следует подчеркнуть. В 2022 году из всех сделок, сделанных нами, нашей компанией, но и другими агентствами, это можно легко перепроверить через официальные сайты, Российская Федерация заняла первое место по приобретению недвижимости, по аренде, по приобретению недвижимости, по коммерческой аренде. Здесь очень много предпосылок, здесь очень много факторов. Главный результат, результат говорит само за себя, что среди всех инвесторов Российская Федерация, граждан России, русскоязычная аудитория, она первая, она перешагнула все страны, которые были до этого. Окей, несколько слов еще тогда давайте о Рассельхайме, и как раз в продолжении того, что нам сейчас наши зрители пишут. Вопрос про гольф-поля и вообще про инфраструктуру. Все-таки Дубай ценен тем, что большое количество людей туда приехало, там много всего, всего. Понятно, условно, там Лувров, Эрмитажей нет, но есть вот такая инфраструктура для отдыха и так далее. Рассельхайм, он догоняет, догнал или в чем-то, может быть, даже опережает? Часто про гольф-поля спрашивал один из наших зрителей. Отличный вопрос, отличный вопрос, Филипп, спасибо за вопрос. Рассельхайма вообще лидер по гольф-полям. Здесь, для того, чтобы наши зрители вы знали, по гольф-полям Рассельхайма занимает первое место среди всех эмиратов. Здесь проходят не только соревнования местные, локальные или международные. Здесь проходит международный чемпионат по гольфу. Это легко можно увидеть. Рядом с гольф-клубом есть знаменитая Марина Яхт-клуб. Оно обновляется, оно будет расширено. Это первый момент. Второй момент. Дорога Рассельхайма наравне идет с дорогами Дубая или Абу-Даби. То есть, качественная дорога, прям пальма. Вы едете и прям пальма. Мы можем отправить всем клиентам, которые заинтересованы в Рассельхайме, можем отправить видео, где четко и ясно видно, какая инфраструктура есть. Также есть очень много школ международных, подчеркивается, очень много детских садов. Здесь очень много населения, преобладающее именно в европейском контингенте. До, например, привлечения инвесторов из России и Российской Федерации в 2022 году, здесь жут или арендуют квартиры такие граждане, как Германия, Нидерланды, Китай, Италия, Соединенные Штаты Америки. То есть, видите, какие граждане. В чем фокус? Фокус в том, что в Рассельхайме можно легко купить квартиру по доступной цене, которую невозможно в Дубай купить. Это прям первая линия от моря, первая линия, которую все хотят. Здесь можно одновременно отдохнуть, одновременно сдать в аренду, одновременно привлечь инвестицию и одновременно заработать на этом. То есть, не обязательно новостройка. Рассельхайма отличается тем, что здесь, прямо сейчас, мы получили эксклюзив от застройщика Аль-Хамра, который называется Аль-Хамра. Это владение самого халифа, если можно так сказать, потому что это его авторитет. Это означает, что это самый надежный, самый топовый застройщик в Рассельхайме. Их здесь две всего лишь. Есть еще и рак-пропертис. Но в чем отличие данного застройщика? Да, на застройщик, в знаменитом, вот то, что мы показывали по картинке в презентации. Тогда, может быть, Акмал, извините, что перебиваю. Может быть, мы тогда, просто чтобы было удобнее, сразу про проекты начнем рассказывать. Филипп, с вашей точки зрения, мы ответили на все вопросы какие-то общие? Давайте про проекты, но общих вопросов добежало очень много, мы по ним обязательно. Еще, может быть, мы важное не рассказали до момента, пока мы будем про проекты рассказывать? Нет, в любом случае, давайте сейчас тогда коснемся проектов, раз уже мы к этому перешли, а потом поговорим, просто попрошу проектам все-таки тоже хотелось бы делить некоторое время. Рассказывай, кто есть, Акмал, пожалуйста. Да, проект, который вы сейчас видите на экранах, это проект Dana Bay, он будет построен в конце 2026 года. Здесь остров Аль-Марджан, в котором будет построено казино и топовые пятизвездочные отели, в котором будет внутри казино. Здесь проект мега крутой, почему? Потому что застройщиком является дубайский, Dubai Investment Park, он предлагает community, то есть целое сообщество, да, вилл, там, хаосов. Но, естественно, там будут еще и небоскребы, потому что там жилые комплексы тоже будут, то есть квартиры тоже будут. Это проект многоквартины тоже есть. И проект там начинается, цены от 740 тысяч долларов. Вот, проект находится прямо возле моря. Это остров, который построен, да, который будет построен и который будет, то есть проект, который будет построен в следующем году. Остров уже построен, вы можете видеть на... Да, можно я тоже пару слов скажу? Вот это вот, да, вот это мы специально начали с этих двух проектов, то есть мы сейчас выбрали для вас два старта продаж. Один чуть поближе и чуть более премиальный, другой чуть более бюджетный и чуть подальше он будет в мае. Вот, но эти два старта проекта, два проекта объединяют то, что они все находятся на острове Аль-Марджан, на котором как раз и будет построено казино. И объекты там как раз больше всех подорожают, то есть это будет такой самый-самый центр туризма. Это можно сказать, вот если сравнивать, да, то это такая дубайская пальма, вот пока она еще строилась. То есть это возможность приобрести сейчас жилье на условной дубайской пальме до момента, пока закончилось строительство. И дальше это будет прям вот самый центр туристический. Анна Акмал, я хотел бы то, что вот я вижу опять по фотографиям, одно дело фотографии и потом рендеры смотрим, да. Рендеры, да. Вместо небоскребов, их там много, да, картинка популярная. Понятно, что там есть огромные районы, где их нет. Если смотришь планы, ну или по крайней мере то, что панораму Руссельхайма, там их сейчас нет. Я правильно понимаю, их практически нет, то есть в дубайском смысле слова небоскребов. И они сейчас только начинают строиться. Или это вообще не история про Руссельхайм? Акмал, ладно, кто ответит. Акмал. Да, с вашего позволения. Сейчас на данный момент практически небоскребов нет. Почему? Небоскребы появляются только тогда, когда проект полностью, да, программа развития будет, то есть подчинена под один или там конкретно групп правителей. На данный момент правитель Руссельхайма предлагает следующее. Сначала полностью построить все проекты, которые есть возле моря или внутри острова. Потом уже через 2-3 года, вот после завершения строительства казино, то есть в 2026 году до 2030 года, там есть программа развития, в котором будет очень много небоскребов. То есть, условно говоря, на данный момент, если вы про дубайский смысл небоскребов мы говорим, там пока что нет. Но этим и слаще выглядит Руссельхайма, потому что есть у нас очень много клиентов по Дубаю, которые говорят, а есть места, в которых я просто хочу в спальных районах покупать, чтобы была тишина. То есть Руссельхайма все-таки акцент делает на отдыхе и привлечение, несется прямо на отдыхе. И сейчас мы должны будем уже перейти к самому главному застройщику, который предлагает самый главный американский смысл. Там еще, мне кажется, мы не рассказали, да, вот этот вот данный бэй мы рассказали. Давайте еще пару слов расскажем до того, как мы перейдем к готовым застройкам, расскажем про ближайший лонч, потому что это очень важно. Сейчас в Руссельхайме на самом деле практически все раскуплено, и мы сейчас как раз предлагаем вам с нами регистрировать интерес на вот этот лонч, который состоится в мае, потому что там будут очень интересные варианты на побережье, вот на как раз на вот этом острове от 130 тысяч долларов. Мало что-то еще добавить, может быть? С объяснениями. Значит, вот тот объект, который, как я понимаю, уже заканчивается строительство, там стало, по сути, в пять раз выше, чем вот это 130 тысяч, так? Да, да, да. В нескольких словах, это тем более интересно, и по поводу того, что такое, вот еще разочек, что такое тот объект, и потом несколько слов об этом. Анна Акмал, пожалуйста. Так, Дана Бэй это все-таки лакшери проект, самый люксовый проект, потому что он находится прямо возле, как мы видим, возле казино. Но это первый момент. Второй момент, когда вы приобретаете виллу, таунхаус или здесь квартиру, да, от данного застройщика, от 740 тысяч долларов идет, если вы купите, например, виллу за 740 тысяч долларов, вам предоставляется автоматически сразу золотая виза на 10 лет. Сразу на 10 лет, золотая виза. Такие эти плюсы тоже есть. Еще главный плюс, ваша квартира, ваша недвижимость в ближайшее время, в ближайшие два года, особенно после завершения строительства казино, как минимум вырастет в два раза, потому что люди будут приходить, гости-туристы, инвестиции будут привлекаться, и, естественно, этот готовый богатый проект будет привлекать все новых инвесторов. И здесь в основном акцент застройщик делает на вилла-комьюнити, да. В основном семьи приезжают в Рассельхайму, недаром они сразу сделали вилла-комьюнити, потому что в Рассельхайме обычно люди приезжают группами или семьями, или корпоративными, да, группами каким-то. Поэтому здесь квартир не хватит на каждого человека, а вилла в самый раз, тем более такая конкретная вилла со всеми удобствами, да, полностью с мебелью. Вот поэтому данный проект мы и предлагаем нашим инвесторам. Те проекты, которые сейчас строятся, да, в 2024 году, например, Marina Residence, там все было куплено за считанные недели, там сразу после, там до объявления казино совсем другая ситуация была, и после объявления казино там все было куплено. Инвесторы, соответственно, из Российской Федерации, из европейской части контингента и из Китая. Хорошо, Акмал, теперь давайте переходим вот к этому проекту, что про него уже известно, и что значит, Анна, вы сказали, регистрируйте интерес. Ну да, к сожалению, много мы рассказать про этот проект не можем, потому что запуск только в мае, застройщик пока не готов делиться, информация на него еще не готова. Вот, Акмал, какие-то вот последние новости вы там находитесь, расскажете? Да, сначала расскажем про лаунч, который мы получили перед тем, как выйти на вебинар от самого застройщика. Здесь мы оперативно работаем с застройщиками, спасибо им за то, что они предоставляют новую свежую информацию, все застройщики, не только Рассельхайм, но и другие эмираты. В Рассельхайме, начиная с мая, начнутся крупные проекты, крупные проекты имени ЖК, жилого комплекса многоквартирные, они начнутся от 130 тысяч долларов, это студии, там будут студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Здесь, в чем отличие Рассельхайма от Дубая? Давайте с этого начну по недвижимости. Если студия, например, в Дубае начинается от 28 квадратных метров и закончится, грубо говоря, 35-38 квадратных метров, здесь в Рассельхайме очень большая площадь студии и однокомнатных квартир. Например, к факту, готовый кейс, приведу студию, например, здесь начинается от 42 квадратных метров, а однокомнатная квартира может быть, например, 115 квадратных метров. Мы об этом еще поговорим по готовым квартирам Рассельхайме. А этот проект будет носить имя Марина, оно будет прям, как вы видите, прям от первой линии, здесь будет все, яхт-клуб, готовая инфраструктура будет, здесь очень много отелей будут, здесь очень много детских садов, парков, здесь очень много институтов есть, кстати говоря, и очень много колледжей будут построены, потому что наплыв, наплыв, который был в конце 2022 года, он превзошел все ожидания, не только наши экспертизы, но и все ожидания. Поэтому сейчас данный проект, который вы видите на экранах, оно будет восьмиэтажным, и там, если вы приобретаете обычную квартиру, там есть еще бонусы от застройщика. А именно? А именно, бонусы от застройщика, именно если вы приобретаете от данного застройщика, которым получили эксклюзивные права, Альхамра, да, застройщик, вы получаете, вы оплатив всего лишь 20% от общей стоимости, например, студии, вы получаете бесплатную лицензию на бизнес для двоих, для двоих прям, да, на 12 лет, и, естественно, бесплатное видножительство тоже на 12 лет. Это касается, по всему видножительству, касается по всей территории ОАЭ. И там есть еще больше плюсов. Например, вы, Филипп, купили, например, оплатили всего лишь 20% от, скажем, проекта Marina Residence, вам через 2-3 месяца, так как сейчас очередь идет, вам предоставляется, вам и, например, вашей супруге, неважно, вашему партнеру предоставляется, сразу вы приезжаете в Рассельхайму, мы здесь, естественно, сопровождаем от Адойя, вам предоставляется на 2 года ВНЖ с продлением еще на 10. То есть, суммарно это будет 12 лет. То же самое будет и с предоставлением бесплатной лицензии на территории свободной экономической зоны Рассельхайма. Чем отличается свободная экономическая зона Рассельхайма от Дубая? В Дубае оно находится от 60 километров дальше. То есть, вам в свободной экономической зону, чтобы открыть свой иллегальный бизнес, в Дубае нужно поехать 1,5-45 минут, до Дубая инвестмента, например. В Рассельхайме, наоборот, оно находится в центре, возле, например, штаб-квартиры Аль-Хамра, застройщика. Прямо в центре Рассельхайма вы можете открыть, вам предоставляется бесплатное помещение на 12 лет. Это бесплатное помещение на двоих, офис будет готовый, естественно, это все предоставляется застройщику. Вот такие плюсы есть. Это один из главных плюсов. Например, если вы получаете вид на жительство на 12 лет на территории ОАЭ, будут еще плюсы. У нас был такой готовый кейс, сейчас вам скажу, граждане Российской Федерации, которые, например, хотят посетить Соединенные Штаты Америки по иным причинам. Например, дочка у них там учится, не могут получить на территории России или просто высших советских стран. Да, да, тем более, тем более, учитывая такие неприятные ситуации. Ну вот на территории там Огненных Арабских Эмиратов, в Дубае, например, вы проходите визу, там, визу в консультацию и ему предоставили, ему и супруги его предоставили визу там в Лондон одному предоставили, другому в Соединенных Штаты Америки. Вот такой готовый кейс. Почему? Потому что у вас есть видность жительства Объединенных Арабских Эмиратов. Эмираты дружат со всеми, они сотрудничают со всеми глобальными странами, которые вообще хотят, да, наши инвесторы туда поехать по тем или иным причинам. Акмал, простите, давайте кратенько еще разочек. Да. Сухая выжимка. Значит, вот этот проект, я сейчас попрошу показать его еще разочек, который будет строиться с мая. Вот этот проект. Он не строится с мая, он уже строится, но с мая откроется продажа. Продажа. Откроется продажа. Значит, при покупке в этом проекте вы можете получить, ну, это как входит в стоимость, 12-летний ВНЖ. Плюс бесплатную лицензию на бизнес, что немаловажно для наших инвесторов. Я понимаю, для понимания, в ином случае, ну, там, в Дубае, в Шаджик, лицензия, сколько она стоит, какие времена расходы? Для того, чтобы в Дубае открыть свой собственный бизнес на территории свободной экономической зоны Дубаи, например, вам потребуется как минимум полгода, да, открыть там, для того, чтобы там свои документы подавать, для того, чтобы вот это, самое главное, они еще будут мучиться по открытию банковского счета, потому что компания не может без банковского счета. А в Рассельхайме вам легко там, не просто там откроют, легализуют ваши лицензии бизнеса, вы можете спокойно открыть еще и банковский счет. Вот что самое главное. Ведь Арабские Эмираты жестки тем, что здесь получить, здесь открыть банковский счет не так же легко, как, например, в других развитых странах. И это понятно, потому что здесь самые авторитетные банки, здесь самые надежные банки, да, и здесь хранят очень влиятельные люди. Для того, чтобы вы знали, на территории, вот, например, Рассельхаймы живут 200 миллиардеров, или там на территории Дубая там еще больше. В общем, на территории ОАЭ очень много миллиардеров. Кстати говоря, следует подчеркнуть, что недавно Павел Дуров стал самым влиятельным человеком на территории всего Один Арабский Эмиратов. Потому что влиятельный, потому что через чур. Да. Но это так и называлось. Это так и называется. Мы можем посмотреть это официально. Он получил от рук самого шейха, правителя Дубая гражданство, Эмиратов. Это очень редко, да, но оно все-таки бывает. Поэтому мы даем возможность нашим уважаемым инвесторам, нашим уважаемым клиентам, чтобы они привлекали свои деньги сюда и начали вложиться. Потому что если они вложатся прямо сейчас, они от этого выиграют как минимум вдвое. Как минимум вдвое. Здесь же не только продажи есть, здесь же еще и много услуг мы можем предоставить. Самое главное, вы должны знать, уважаемые инвесторы, что наши услуги абсолютно бесплатные. Мы от там проектов, да, от подбора проектов, вариантов для вас до там закрытия сделки наши услуги абсолютно бесплатные и вы просто будете покупать ту или иную квартиру, которую вы сами скажете, плюс вы приезжаете сюда в Рассельхайму, то есть все это мы организуем и вы проходите медосмотр, как раз в течение двух недель. Прости, потому что мы сейчас можем углубиться в эту тему и не успеем. Адвей, я попрошу сейчас, давайте попробуем как-то чуть более сжато. Да, можно я минутку буквально еще здесь, вот здесь остановимся и дальше мы еще один проект подготовили, тоже очень интересный по условиям. Там уже готовый построенный проект. Вот здесь я бы хотела ответить на вопрос, что значит регистрировать интерес, то есть это такие покупки, нужно заранее к ним готовиться, потому что мы динамично мониторим, когда появится вот этот самый ранний этап, когда уже можно сделать букинг, то есть это какие-то первые идут закрытые продажи регистрации, то есть здесь нам нужно с вами заранее обсудить, договориться, нацелиться на конкретный проект, чтобы максимально рано сам быть первым, кто будет выбирать самые интересные лоты, самые интересные локации, планировки, этажности и так далее. То есть уже сейчас нужно обращаться, уже сейчас нужно начинать потихоньку готовиться к этой покупке, к этому ланчу. Окей, я попрошу тогда, мне кажется, уместно будет опубликовать еще раз контакты компании, чтобы было понятно. давайте переходить тогда к следующему проекту. Уже другой проект или нет? Да, это третий проект. Готовый проект. Если можно, тоже буквально кратко. Да, 30 секунд, минута о нем. На самом деле я бы если вы позволите, чуть-чуть подольше по нему рассказала, потому что это очень интересный проект, мне кажется, нашим слушателям будет интересно про него послушать. там очень хорошие условия и плюс это один из немногих проектов, который уже готовый, построенный и его прямо сейчас уже можно будет там жить или сдавать в аренду. Это такая интересная опция. Рассказывайте. Акмал, Анна, кто расскажет? Акмал. Да, расскажу я. Это готовый проект от застройщика Аль-Хамры, как я вам сказал. Здесь есть на данный момент однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Первая линия, прям первая линия, вот как раз по презентации, да, это предоставляется квартира с рассрочкой на пять лет. В другом Эмирате вы такого никогда не увидите. В Дубае тем более. Почему? Потому что здесь прям море, здесь вам застройщик предлагает квартиру с рассрочкой, во-первых, на пять лет, во-вторых, если оплачивается двадцать процентов, вам предоставляется бесплатная ВНЖ и бесплатная лицензия на 12 лет. Это второй момент. Третий момент. Эта квартира, вы эту квартиру можете сразу либо сдать в аренду с мобилировой, в аренду. Этим занимаемся тоже мы, наша компания. Либо же сами жить в ней, либо же сказать нам, что я прилечу или приеду там буквально в июне или там в январе. Мы можем и эту опцию предложить вам, чтобы там арендатор именно по-вашему, да, по-вашему времени, по-вашему хотению, чтобы он жил. Это первый момент. Другой момент. Это очень большая площадь. Вот студия начинается от 90 квадратных метров, одна комната еще больше, да, и очень готовый проект. Прямо море, прям пальма, все, что хотят наши инвесторы, да, с готовым ремонтом, с готовой кухней идет и можно уже прямо сейчас уже ее купить. Прямо сейчас. Очень много у нас интересов было и я надеюсь, что очень много будет еще. Вопрос от рассрочка 45 тысяч, сейчас да, 45 тысяч долларов, имеется в виду. Если можно, сцены откуда начинаются? от 220 тысяч. Да, я ответила, может быть, какая-то путаница была здесь. 45 тысяч год, это стоимость в год по рассрочке, соответственно, 5-летняя рассрочка, но, поскольку это объект уже построенный, то вы можете его сразу же сдать в аренду и часть вот этой рассрочки погашать уже из арендных платежей. и таким образом вы будете платить даже не 45 тысяч в год, а где-то там 38-39, да, если мы берем студию. Один магистрический нюанс, который я хотела бы Анна просто спросить, уже не один из наших зрителей просит прислать презентацию, как правильно поступить. Мы можем прямо эту, но, возможно, у вас есть какая-то более подробная, и тогда правильнее было бы, ну, чтобы вы напрямую как-то уже... Я думаю, что и так, и так, вот, с нами всегда можно связаться, запросить дополнительные данные. Дело в том, что мы вот эту презентацию, да, готовили для того, чтобы ее рассказывать, и, возможно, там не так много детальной какой-то информации, которую мы планировали как раз в живом общении, да, рассказать. Поэтому, возможно, будут еще вопросы, и имеет смысл, как задать будет в личной переписке. Окей. Друзья, тогда сделаем так, вот мы эту презентацию вместе с записью вебинара, безусловно, всем вышли по его завершении, но эта презентация, безусловно, она сделана была именно для нашего выступления, а не для презентации каких-то объектов более подробной. За этим, пожалуйста, помним. Да, у нас, у нас есть готовые контенты на проекты, мы можем лично, да, на их WhatsApp, Telegram, любая соцсеть отправить, без проблем. Вам обратятся. несколько вопросов, я вот уже уточняющие вопросы, кое на какие уже ответили в чате, но все равно я попрошу сейчас, чтобы можно было подробно на них ответить, как добираться до Россельхайма из... Как происходит? Буквально в двух словах. Да, от Дубая, сейчас свежую новость тоже расскажу, объявил, то есть, от Дубая до Россельхайма ровно 50 минут на машине, ровно 50 минут, но есть еще и другие там водители, которые там линяют на Феррари, еще ближе будет, если, если такие, которые там спокойно водят машину, это будет максимум час, скажем, час, стандарт 50 минут. Еще одна новая, свежая новость, сейчас автомагистраль строится от Дубая до Россельхайма, это и автомагистраль и плюс железная дорога, да, оно ведет дальше уже в Абу-Даби, это означает, что автомагистраль укоротит время от Дубая до Россельхайма в два раза, до там 30 минут. Это будет завершено в конце там 25-го года, когда вот как раз таки это все связано с завершением строительства казино, и вот вот такое вот расстояние вот так. Понятно. Я уточняю, Любовь тоже задала очень уточняющий вопрос, да, аэропорт в Дубае, вы приземляетесь в Дубае и через, меньше чем через час оказываетесь в Россельхайме. Да, в Россельхайме тоже есть аэропорт и скорее всего, я думаю, но сейчас там не очень много международных рейсов, вот, но я думаю, что с развитием Россельхайма и как раз с запуском казино, возможно, в Россельхайме тоже можно будет уже летать напрямую. точно. В 2026 году из 17, уже есть список городов, из 17 городов Российской Федерации, я только имею в виду, будет вылетать самолеты. Сейчас из 7 городов летают самолеты и сейчас там расширяется аэропорт в три раза, не в два, там, как в Дубае, а в три раза. Это уже конкретный контингент. Отдельный вопрос несколько зрителей наши спросили по арендным ставкам. Давайте попробуем, если есть конкретные цифры. Не будем говорить, что все прекрасно сдается, это отдельная история, но вот реально какие ставки аренды, за сколько сейчас можно сдать, за сколько можно снять, буквально пару слов. А в долларах, да, потому что я сейчас конвертировать буду в долларах сначала. У нас же в Дерхамах. Смотрите, купили, например, однокомнатную квартиру. Сейчас там студии не осталось на продаже, да, там однокомнатную квартиру купили, например, и здесь есть два вида аренды, чтобы вы знали, вообще, на территории Эмирата. Краткосрочная аренда, месячная аренда и долгосрочная аренда на год. А ну, краткосрочная аренда, это если в месяц, здесь есть и сезонные моменты и внесезонные моменты. Тоже это надо учесть нашим министрам. Сезонные моменты начинаются от октября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, да, а остальные сезоны, в месяц, потому что жарко уже становится и многие эти уходят. Внесезонная квартира будет стоить, например, 1100 долларов. Это в месяц. Броссельхаме, да, мы имеем в виду? Это краткосрочная аренда. В сезонное время оно достигнет пика, там можно и 1800, и 2000, и больше. Все зависит от спроса. А годовая стоимость, годовая стоимость начинается от 11000 долларов и выше, естественно. То же самое зависит от сезона. Если человек приобрел сезонное время в декабре, соответственно, там цена совсем другая. Анна Акмал, чисто технически, человек покупает, вы сказали, хочет сдать. В вашем случае, что значит хочет сдать? Вы сказали, что помогаете. как? Да, я еще отдельно об этом поговорю, но да, мы сейчас помогаем найти арендатора бесплатно. Это такая услуга от нашей компании, для наших клиентов. Вот. также берем на себя еще ряд услуг, которые помогают клиентам максимально получить только приятный опыт, оградиться от всех вот этих бытовых трудностей. Но я хотел бы, наверное, в самом конце об этом еще более подробно рассказать. Слушайте, ну, на самом деле, у нас были еще вопросы по Рассельхайме, но, во-первых, Анна и вот коллега Полина, насколько я понимаю, на большую часть вопросов ответили. Я думаю, что будет желание, мы как-то отдельно еще просто соберемся, поговорим о Рассельхайме именно вот в таком туристическо-бытовом смысле. Давайте теперь чуть-чуть переместимся, если я правильно понимаю, южнее, да, и поговорим следующий на наш Эмират. Вот от Рассельхайма опускаемся в сторону Шарджа. О Шарджа на самом деле говорят много, но тут, знаете, как раз слухов про Шарджу больше, чем на самом деле, ну, наверное, про какой-то другой Эмират. Стереотип, который есть, что Шарджа это, ну, скажем так, Эмират, так, сейчас давайте... А кто у нас слайды листает немножко хаотично? Элья, просто перелистываем в сторону Шарджа. Сейчас мы, как раз, откроем новый слайд, посвященный Шарджи. Мне, как раз, где-то вот здесь. Вот Шарджа. Давайте я пооткрываю слайды. Я бы хотел все-таки узнать, Ахман, в какой степени под этот стереотип верен, что это самый строгий и насколько они там реальны в двух словах. Хорошо. Действительно, действительно, слухи не зря, некоторые слухи не зря, Шарджа, это, во-первых, культурная столица Эмиратов. До, до возвышения Дубая, до превращения Дубая в такой мировой бренд, Шарджа была таким, то есть, самым развитым Эмиратом после Абу-Даби. Но сейчас, в чем, в чем был минус Шарджи, и почему они сейчас, они начали улучшать вот этот момент. Шарджа на самом деле самый консервативный Эмират, самый красивый, там есть вся инфраструктура, если вы хотите там пожить в отеле, это очень рядом с аэропортом на самом деле, да, рядом с аэропортом находится вся инфраструктура, и там жизнь очень дешевле, чем, например, в Дубае, почти в два раза, стоит тоже подчеркнуть, да, там очень, это главный морской порт Эмиратов, да, это обширная инфраструктура, там очень много семей с детьми, очень много школ, опять-таки, да, там очень много бизнеса, главный авторинок тоже там находится, да, и сейчас главным минусом Шарджи был в том, что недвижимость бизнеса, там все земли были лисхолдами, давайте я вам где-то уделю этот партику, да, что такое, да, что такое лисхолд и что такое фрихолд вообще на территории Эмиратов, перед тем, как вообще купить недвижимость, состоятельные инвесторы спрашивают, а недвижимость входит в лисхолд или фрихолд, лисхолд это земля, переданная например, от государства Эмиратов, но она имеет свой лимит на 99 лет, например, если она купила например, сегодня квартиру, если через 10 лет она продала вам, Филипп, то она будет 89 лет, короче, поняли, да, это лисхолд называется, а фрихолд это вот например полностью Дубай 100%, это 100% Рассельхайма, и вот Шарджа 100% была до недавнего времени, до декабря месяца, да, лисхолд 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 там застройщик Арада это там сейчас самый крупный застройщик Шарджи он взял разрешение то есть правитель Шарджи объявил об фрихолд зоне специальной зоне далеко от например главного центра Шарджи остров в котором сейчас строится проект Сокун 1 Сокун 2 Сокун 3 Сокун 4 это квартирные районы там цены начинаются от 200 тысяч долларов но там не предоставляется там как в Рассельхайме ВНЖ бесплатная и бесплатная лицензия но жизнь в Шарджи намного дешевле чем в Дубай это однозначно плюс Шарджи это уже готовый Эмират с точки зрения инфраструктуры с точки зрения всего того это готовый Эмират вы можете прямо туда поехать и купить или там онлайн купить но сейчас на данный момент после того как объявили фрихолд зоны вот этот арада застройщик он продал все квартиры мы получили сегодня обновление апдейт они также строят и другие проекты соответственно например после рамадана в апреле в мае естественно соответственно будут и новые проекты и студии будут от 150 тысяч долларов и однокомнатные и виллы то есть постепенно постепенно шаржа тоже превращается в фрихолд зону но не все там сейчас фрихолд например в дубае я покупаю в долларах скажу за 100 долларов грубо говоря купил продукт в шарже я могу купить за 55-60 долларов те же продукты почему потому что как я вам сказал и зрителям сказал это главный морской порт потому что первый до первая рука скажем так первая рука всего и автомобили там стоит очень дешево тоже надо сказать авторы там находятся и соответственно все автомобили которые приезжают они приезжают в шаржу через морской порт и соответственно там и жизнь но услуги они все одинаковые услуги по всему территории эмиратов они все одинаковы надо это тоже учесть подчеркнуть а вот жизнь имеется ввиду именно покупка продуктов и жилье там стоит дешевле чем на два на два раза дешевле и студию например в дубае арендуете студию за там 2000 долларов минимум до минимум прямо такой такой район в дубае а в шарже вы спокойно за за 500 долларов можете знать студию вблизи море прям со всеми удобствами дубае все-таки тоже есть районы не двухтысячные справедливости ради просто скажем дальше от моря да конечно самый отдаленный шаржа она тоже получается как такой район фактически дубая семейный и сильно более консервативный вот там есть кстати вопрос про консервативность она проявляется действительно вот тебя хватают за руку если ты там в шортах вышел на улицу там действительно тебя там арестуют на сто лет если ты там не дай бог бутылку пива достал из внутреннего кармана пиджака сейчас я вам скажу например филипп вот вы любитель например алкоголя например если если вы на территории эмирата шарджи абсолютно запрещено употребление алкоголя даже на территории внутри отеля это сто процентов это закон шарджи это первое второе в шортах есть определенные пляжи отелей например риксис или там мариот вы имеете право спокойно не настолько строго конечно вы можете спокойно и как турист вы тоже можете там ходить в сортов но когда вас увидит например патруль они они же знают что вы турист первый раз они там просто предупредят они не будут там какие-то жесткие меры здесь все-таки цивилизация тоже они не будут вам ничего говорить просто любезно попросят вас следующий раз там на территории шарджи вот и все а так там грозит тюрьмой прямо вот это все не это сказки из 15 века поэтому шарджа это тоже развитый эмират приглашаем всех шарджа тоже потому что шарджи как я вам сказал и школы развитые есть это ближе к дубаю кстати говоря на машине максимум 20 минут максимум это недалеко и самое главное например есть автобусы которые вводят в аль-наду это последняя остановка дубая вы можете до метро в дубае приехать тоже что сэкономит вам и деньги и время сейчас вернемся к недвижимости просто исключительно личный вопрос я вот в дубае был в шарджа и севернее не довелось вот сажусь за руль еду я как-то понимаю что я визуально не знаю климатически по вывескам по домам по людям на улице что я выехал из дубая и въехал в шарджу или по большому счету ехал ехать продолжаю никакой разницы нет ну только что там дома стали чуть пониже никакой разницы нет в шарджи возможно вы увидите более красивый небоскреб чем в дубае потому что как я подчеркнул выше например 10-20 лет тому назад когда про дуба никто еще не знал как сейчас да это же бренд в шарджу все приходили все авиалинии все международные перелеты были именно в шарджу до сих пор существует до сих пор наши граждане например в дубае прилетают через шарджу вы не ощутите никакого никакой дефицит отличия дороги качественные по всему эмирату по всем 4 эмират о котором мы сегодня говорим до кроме дуба это прием вы ничего не ощутите единственный там в шарджи есть вот такие законы которые мы упомянули а так в отношении там людей наоборот всем здесь рады вы наоборот будьте удивлены гостеприимством здесь очень большая красота очень большие пляжи красивые очень много чем например в дубае вода чистая чем в дубае в дубае чем в дубае скажите что дубае нет про дуба можно сказать очень много хорошего да 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 вот но я думаю что про это и так все знают прекрасно проводили с вами вебинар он был посвящен не только эмиратам но и турции но про эмираты мы тогда говорили именно в основном через призму дубаи я думаю ссылочку мои коллеги могут сейчас в чате опубликовать хорошо тогда перенесемся еще получается южнее и окажемся наконец в столичном эмирате в самом-самом большом который занимает ну по сути там наверное уж сильно больше половины всей территории это как раз представление объекта в шарджа а мы переходим идем дальше и пересекаемся в Абу-Даби перемещаемся в Абу-Даби следующие там слайды скорее всего ему посвящены да да это вот панорама Абу-Даби а это уже панорама да это уже панорама Абу-Даби несколько слов Ахмал что такое Абу-Даби как о нем можно сказать какое понимание здесь должно быть да во-первых Филипп начну с того что Абу-Даби самый богатый эмират и в этом эмирате это столица объединенных арабских эмиратов как я сказал политический административный центр то есть экономический конечно культурный центр а здесь эмират то есть глава Абу-Даби заинтересован в том чтобы здесь были самые богатые люди самые люксовые проекты строятся здесь здесь находятся и музей лур и другие крупные музеи будут строиться в ближайшие 2-3 года здесь очень много небоскребов здесь вы найдете топовые небоскребы здесь очень много островов которые сейчас либо построены готовы либо будут построены как например остров Яс очень много промоутеров его рекрутирует лоббирует сейчас Абу-Даби это самый богатый регион очень очень такой дорогой регион Эмират и в нем цена на недвижимость если вы хотите получить ВНЖ не так как например в Дубае не так как в Шарджи не так как в Рассельхане здесь вам нужно приобрести недвижимость от 2 миллионов дирхам это 545 тысяч долларов для того чтобы претендовать на видное жительство но это опять-таки очень красивые достопримечательности Эмиратов находятся в Абу-Даби это очень стабильный я бы тоже хотела немножко рассказать может быть это важно для тех наших зрителей которые рассматривают например переезд семьей потому что Абу-Даби это Эмират в котором располагаются филиалы международных вузов здесь как раз находится филиал Сорбоны в котором можно получить диплом Сорбоны здесь будет открыт университет который будет полностью посвящен искусственному интеллекту вот тоже сейчас очень перспективное направление как мы все слышали ну и то есть это такое это прям вот столица но столица она и есть столица да то есть это образование это культура здесь не только Лувр кстати но и достаточно известный тоже музей Гутенхайм открыл свой филиал вот то есть это вот для людей которые любят столичный образ жизни особенно если вот есть дети которые которым нужно получить образование ну-ка и кстати говоря кстати говоря она правильно сказала здесь недавно открылся в прошлом году в конце прошлого года открылся российский филиал российский филиал школы сам министр иностранных дел лавров открывал эту школу в абу-даби так что здесь очень много российских инвесторов тоже мы имеем зале что ключевой момент дорого богато то есть это даже по сравнению с дубаем он дорогой и б сюда нужно приходить с несколько иными возможностями явно большими чем условно в расхеха имели шаджи да но здесь очень красиво одинаково красиво здесь нет скажем так здесь баланс красоты роскоши люкса очень много гольф-поле очень много здесь проводится очень много международных мероприятий начиная от футбольной до феррари 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 волки здесь есть аттракцион феррари волк вы можете сесть погонять увидеть даже с детьми аквапарк самый большой здесь эмираты чем славятся тем что они бьют все мировые рекорды оба-даби оба-даби не исключение тоже бьет все мировые рекорды здесь очень много рекордных места по красотце по величию по длительности так что оба-даби тоже будущий рынок эмират ближайшие еще важно сказать что оба-даби это также эмират в котором есть фри-хоут зона я вижу там вопрос да то есть это приобретение недвижимости в собственность мы вот так же подготовили проект в абу-даби не так много запусков к сожалению и интересные запуски раскупаются очень быстро вот последний например запуск от саади ята монорат ливинг в абу-даби раскупили просто за сутки весь вот поэтому здесь тоже такая ситуация что если там есть какие-то определенные параметры по запросу к недвижимости то нужно отслеживать заранее готовиться и выхватывать тот лот который вас интересует на старте продаж потому что иначе просто ничего не останется потом 204 тысячи долларов условно минимальная сумма за которую сейчас можно что-то приобрести в дубае или есть варианты еще подешевле в дубае простите мабу-даби да это стартовая цена была но сейчас за эту цену ничего нету этот проект был продан здесь один главный застройщик альдар пропертиз он на данный момент развивает остров яс яс айланд привлекает очень много актеров крупных очень много звезд привлекает вот и яс айланд у них есть у них будут очень много проектов в яс айланде там превратить лагуну например да аквапарки инфраструктуру развивать именно в этой в этой локации на острове яс и остров яс сейчас развивается именно этим застройщиком но они как она подчеркнула не часто объявляет свои лаунчи но когда они объявляют соответственно защитные дни даже часы продаются эти недвижимость продается хорошо давайте несколько слов тогда может быть уже подытоживая немножко именно о вашей работе Анна и о том о чем мы несколько раз по ходу вебинара у нас возникали у наших зрителей такие вопросы о ваших услугах и о том как вообще начать с вами работать тем более что я думаю несмотря даже на относительно подробный рассказ и про разные эмираты у зрителей все равно могут возникнуть вопросы и по щелчку так выбрать все равно будет довольно тяжело как все это правильно сделать и с чего начать как продолжать чем закончить да мы всегда открыты и рады проконсультировать можно писать прямо там в части опубликуются периодически наши с Акмалом личные номера можно писать напрямую нам можно звонить на общий телефон или писать в общие контакты агентства в любом случае вас отправят в команду по эмиратам если у вас запрос по эмиратам мы организуем подборку объекта мы организуем ваш приезд как я вот начинала да с чего у нас очень высокие стандарты сервиса мы подготовим ваш приезд при необходимости найдем вам квартиру в аренду на момент проживания там для просмотров отвезем организуем индивидуальную презентацию в офисе у застройщика на том языке на котором вам комфортно разговаривать сопроводим в момент сделки отвезем обратно в аэропорт если нужно я сейчас хотела вот то что я обещала рассказать у нас мы для этого вебинара и для слушателей этого вебинара подготовили специальное предложение назвали его топ доход без рисков и забот это как раз для тех наших клиентов которые хотели бы вложить куда-то свои накопления чтобы защитить их от инфляции получить стабильный доход в валюте и максимально не тратить на это время максимально не имеют никаких хлопот и проблем связанных с этой недвижимостью да вот как раз для этой аудитории вот это наш продукт мы вам подберем у нас есть портфолио объекты на завершающей стадии строительства или уже построены то есть это во-первых это возможность сразу сдать в аренду и получать доход во-вторых это минимизирует и так низкие риски любых недостроев и так далее вот следующее мы возьмем объект в управление бесплатно отдельно такая услуга стоит в среднем 5000 дирхамов на рынке в год мы возьмем объект управления бесплатно на первый год и заключим с вами контракт на building management то есть мы будем отвечать за все что связано с управлением этой недвижимостью мебели меблировка подключение коммунальных услуг интернета IPTV все вот эти вопросы мы все возьмем на себя все решим вам нужно будет минимально этого все в аппликации тратить свое время мы также найдем бесплатно арендатора под этот объект сдадим этот объект в аренду арендатор найдем хорошего проверенного и дальше мы просто выведем вам доход от этой аренды любым удобным для вас способом на любой счет в любую валюту включая криптовалюту если необходимо поможем с открытием крипто счета крипто кошелька то есть максимально сделаем вот этот процесс комфортным и простым для вас то есть просто инвестируешь деньги и получаешь доход никаких промежуточных этапов времени на это тратить не нужно два вопроса как раз пришли от наших зрителей во-первых офис ваш он находится в Дубае офис эмиратский да в Дубае да есть ли возможность перевести сейчас деньги из России в рублях открывать Дерхамовский счет Дерхамах Акмал расскажете наверное у вас свежая информация без проблем без проблем по поводу платежа по поводу перевода денег на данный момент существуют такие варианты платежа мы приведу готовые кейсы да уважаемые инвесторы вы можете перевести деньги от российской федерации на данный момент в эмираты отправляются занимается этим трансфером два банка первый банк райфайзенбанк второй банк акбарсбанк в чем отличие то есть почему эти два банка потому что они имеют на данный момент свист переводы и нужно еще учесть что когда вы идете и хотите перевести деньги эти банки с вас будут спрашивать документы некоторые могут спросить документ о доходах последние транзакции на 6 месяцев то есть это мы сразу говорим чтобы у вас не возникало недопонимание потом это сейчас вот такие нюансы далее второй момент второй момент если у клиента рубли он спокойно может приехать в офис нашего партнера в москве в больших городах Москва Санкт-Петербург Казань Краснодар и купить USDT это валюта биткоина один из валют биткоина он там открывает свой криптокошелек мы в этом поможем без проблем и он купить USDT а здесь в Дубае мы эти деньги обналичим и соответственно там переведем на счет застройщик или он сам прилетит и возьмет вот эти деньги свои дирхамов это без проблем мы кейс-то кейс так и делаем в основном 85% наших клиентов это я так скромно 85% назвал а так 95% что делают именно из России или русскоговорящей они вообще не знают где находятся Эмираты они вообще не знают что такое Дубай они просто отправляют деньги они хотят получить недвижимость инвестицию от недвижимости потому что мы этим всеми занимаемся и у нас есть определенный опыт и авторитет то есть они нам доверяют и в этом здесь в Эмиратах строгие законы здесь нет такого обмана со стороны агента или агентства тем более мы единственное лицензивное агентство как она подчеркнула в начале вебинара поэтому все услуги весь сервис спектр услуг мы окажем без проблем единственное вы просто скажете подбор вариант где в каком Эмират и какой ваш бюджет в рассрочку или готовая мы также подчеркиваем что если инвесторы будут 100% оплатить есть такие инвесторы мы им предоставляем скидки это тоже надо сказать да это важно на самом деле от застройщика мы один здесь есть такое понятие как альянс застройщика то есть мы входим в топ 100 лучших агентства в эмиратах которые закрывают если вы закрываете очень много сделок по застройщикам да неважно крупным мелким застройщик сразу знает что у вас реально потенциальные клиенты тем более тем более они знают кто мы такие и они сразу и сразу в интерес нашим клиентам запрашивание скидки от 1 до 5 процентов скидки если клиент сто процентов оплачивает сразу можем до пяти процентов взять что облегчит там жизнь экономическую да он может сделать мебель мы иммибилируем квартиры под его вкус и дизайн 3d включает 3d дизайн у нас есть юридический отдел бизнеса мы можем бизнес везде у нас есть также услуга рентакара от самых бюджетных здесь форт мы предоставим до лакшери автомобилей ламборджини феррари там даже мы можем ему предоставить вертолетное такси здесь есть такая услуга убер вертолетное такси есть и в расселехами вертолетной площадки и в дуба 5 вертолетных площадок можно полностью пара уточняющих вопросов вы сказали что вы ищете арендатора как долго вы его ищете какие здесь есть общие сроки конкретно да супер вопрос бонка идея 235 все зависит все зависит от проекта который он купит квартиру например если мы возьмем расселеха мы начнем с расселеха мы там обычно первой линии сейчас продается здесь есть три официальных сайта на территории эмиратов боют эти все легальные лицензированные сайты с нами работаем мы предоставим вы купили квартиру у нас однокомнатную и мы сразу делаем объявление мобилировав вашу квартиру максимум на это уйдет две недели чтобы найти арендатора потому что мы не устанавливаем там большие потолки по ценам мы предоставляем скидку арендатору чтобы он во-первых был заинтересован если он помесячно он обязательно будет заинтересован на долгосрочную аренду потому что мы ему тоже предоставляем большой сервис с нашей стороны мы ему предоставляем дополнительный бонус пакет от нашей организации то есть две недели если это шарджа то месяц почему потому что шарджа очень огромная конкуренция там как я вам сказал все дешево клиент будет искать дешевый вариант если это Абу-Даби соответственно это займет неделю потому что там столица и всегда там если это в Дубай Дубай тоже максимум 5-6 дней опять-таки все зависит от проекта в котором он купит если он купит студию однушку сразу без там скажем так если он двушку-трешку четверокомнатную то это это уже семья и на это тоже идет время но мы этим мы этим работаем также я хочу вмешаться что могут быть какие-то кейсы с особенностями например арендаторы которые хотят приезжать сами в эту недвижимость и нам нужно договариваться арендаторы владельцы которые сами хотят также жить какое-то время в этой недвижимости и тогда задача договориться с арендатором чтобы на это время недвижимость освобождал то есть это все конечно усложняет поиск но тем не менее мы за такие запросы тоже беремся и это вполне реально сделать еще хочу уточнить просто прозвучало вы вначале сказали что вы агентство с лицензией о какой лицензии идет речь потому что у нас выступали разные компании и все они тоже были с лицензией о чем в данном случае идет речь есть на самом деле очень много разных вариантов лицензии основная лицензия которую должно получить агентство брокерское которое занимается продажами недвижимости в Эмиратах это лицензия RERA вот она там на первом по моему слайде как раз есть она обновляется ежегодно вот это как раз контролирующий орган который контролирует весь рынок недвижимости в Эмиратах и выдает вот эти лицензии кроме этой лицензии у нас еще есть коммерческая лицензия а также у наших брокеров есть до там 18 да мал видов лицензий на отдельные виды деятельности на аренду на продажу на building management то есть вот это все связанное там с доказательством квалификации окей ну что ж дорогие друзья я во-первых попрошу еще раз опубликовать контакты компании Just Prime Home в чате Анна Жарова руководитель направления Объединенные Арабские Эмираты в компании Just Prime Home и Акмал Ивудлов эксперт по трем Эмиратам о которых мы сегодня говорили я буквально позволю себе маленькую реплику в виде некоего может быть итогов вот как я это для себя понял как я уже сказал в Дубае мне довелось бывать в других Эмиратах нет Рассельхайма это самый северный Эмират возможно динамичнее других сейчас развивающихся особенность которого в частности еще и в том что там очень мало готового прямо сейчас но в ближайшее время вы ожидаете поступления за весьма разумные небольшие по меркам Объединенных Арабских Эмиратов деньги предложения и кроме того эти предложения позволяют претендовать получить без дополнительных вложений 12-летний вид на жительство так так и плюс бесплатные лицензии на бизнес тоже шарджа разговоры о том что это самый консервативный Эмират они с одной стороны верны с другой стороны они не столь не столь жестко там как кажется на первый взгляд хотя ходить в шортах по улице и уж тем более употреблять алкоголь в любой части запрещено и если на этом своем праве настаивать могут возникнуть проблемы значительная часть территории она все равно предназначена для покупок только в лисхолд есть только небольшое количество объектов которые можно приобрести во фрихолд так да так Абудаби самый самый дорогой даже дороже в среднем получается что он дороже Дубая Эмират Эмират столичный Эмират университетский Эмират политический с определенными запросами и к потенциальным покупателям ну вроде вот так друзья могу только порекомендовать не стесняться обращаться это самое главное если есть какие-то вопросы не на все смогли ответить но в ближайшие дни опубликуем обязательно запись вебинара опубликуем статью с краткими тезисами ответами на ваши вопросы третье что мы непременно сделаем мы сделаем рассылку с той презентацией которая у нас здесь была в рамках вебинара если у вас есть пожелание поглубже узнать какой-то другой какой-то проект или просто получить какое-то предложение это правильнее наверное будет с вами Анна и с вами Акмал связаться напрямую так да главная фишка филиппа она завершит потом главная фишка нашей компании филипп заключается в следующем мы 24 часа на связи гарантируем написал клиент в 4 часа там же часовой пояс в Америке сейчас например ночь у нас день мы сразу отвечаем неважно мы конечно спим но мы одновременно заботимся о наших лет 24 часа это первый второй момент мы заботимся о том чтобы вовремя деньги клиента пришли вовремя ушли за каждый платеж мы предоставляем квитанцию и третьим момент мы можем онлайн предложить клиенту подписать договор о купле-продаже а можем физически отправить в трех экземплях по физическому адресу то есть эти вот все весь спектр услуг просто для того чтобы клиент ощущал то есть главное для нас для нас что это время время это деньги мы дорожим и я в завершении хочу вас поблагодарить Филиппу поблагодарить Анну поблагодарить наших зрителей те кто задал вопрос слышит слушает и вообще будет видеть записи благодарить за потраченное время большое спасибо за внимание Анна ваше слово да спасибо большое за внимание сегодня очень приятные на самом деле у нас слушатели очень много вопросов я вижу прям такое большое вовлечение это очень приятно потому что мы готовили эту информацию тоже хотели там максимально интересное для вас сделать вебинар сегодняшний и когда вот видно что есть обратная реакция это всегда очень приятно поэтому я хотела поблагодарить вот и это также дает нам как бы такой энтузиазм продолжать делать интересные вебинары и мы постараемся в ближайшее время также вернуться поднять какие-то другие интересные темы по Эмиратам друзья спасибо огромное Агмала Гнулоев и Анна Жарова специалисты компании Just Prime Home к вашим услугам встречаемся на вебинарах портала Приан спасибо вам огромное и главное берегите себя здоровья успехов и всего самого лучшего до скорых встреч хорошего дня спасибо до свидания до свидания